Всем привет! С вами портал Инсургент. Мы находимся на выставке на Music Mesa Russia 2018 года. С нами двери и баги, гитарист группы Michael Knight. Дима, что можешь сказать о выставке? Ну, с каждым годом, к сожалению, выставка становится все меньше и меньше. Это, естественно, не аналоги зарубежные, то, что проходит в Германии или в Штатах. Но, тем не менее, я, по крайней мере, в этом году начинаю замечать такую вещь, что если большие компании, которые у нас представительство здесь, они уходят, но это правильно, потому что новинки больших компаний, люди о них узнают из интернета или еще откуда-то, то здесь у людей есть возможность узнать, так скажем, про отечественные какие-то бренды, которые вот только-только начинают свой путь. Вот, допустим, вот Инспектор гитар в соседнем павильоне, вот, по самолетам. Чужбинов Драмс вот здесь вот стоит. Ну, на Инспекторе как раз сегодня Вова Пташник выступал. Да, сейчас Гебор Игорь Янов вдруг бы хорошо играет. А, вот кого еще из отечественных производителей мог бы отметить, которые присутствуют вот в этом году на выставке? Я на самом деле не успел обойти еще всю выставку, потому что, как бы так вот, ну, в основном мы в этом павильоне сидим парабаном. Вот, ну, я так думаю, что у меня же еще суббота-воскресенье есть, поэтому, да, пойдем посмотрим. А, ну, ты представляешь Roland в этом году. А, ну, как, не только в этом году. Ну, да, да, да. Чем в этом году выделяется Roland? Надо, допустим, на Идр выйти в Кимин. Ну, мы поставили на стенд компании Мир Музыки в этом году установки барабанной TD-17. Это новая линейка абсолютно. Как раз вот несколько вариаций. Они представлены в этом павильоне. У нас артисты там играют. Допустим, сейчас на данный момент играет Кирилл Крачанов, бывший барабанщик группы Slot. Завтра у нас весь день из Drum Stars ребята, то бишь, Даня Светлова, Вова Зиновьев и Саша Авельянов, Давид Сагомонянский. А, ладно, так отличаемся немного от выставки. С Майкл Найт, ты уже, ну, примерно полгода работаешь с группой. Майкл Найт, как у вас идет вообще, представим, рабочий процесс с группой? Ну, как я понимаю, до того, как я туда пришел, там, внутри произошли некоторые изменения в самом коллективе Майкл Найт. Обновился состав, когда вот мы пришли. Разобрали материал, готовим альбом, который должен быть уже выпущен этой осенью. Готовим серию концертов. Недавно вышел, ну, как это нельзя назвать клипом, что-то такое. Да, я это видел. Репетиционное видео такое. Репетиционное видео, оно стало намного жестче. Ну, звучание, по крайней мере, Майкл Найт, вот в этом видео я услышал, но стало намного жестче. Твое влияние есть на это? Ну, безусловно, все люди, кто пришли в новый состав, в принципе, все металлисты, как бы, и строй понизили, и как-то, ну, от манеры игры тоже все зависит. Ну, и звук сам. Тем более, у нас еще сейчас Леня Максимов играет со своим Варвиком, а это вообще просто сдувает всех, как бы, на повал. Ну, смотри, вот ты покинул, допустим, группу Анатомини, и сейчас играешь в Майкл Найт. Разница звучания, и вот, ну, в принципе, разница группы, какая в твоей основном, как ты ее видишь? Ну, Анатомини это что-то более такое классическое к року, какой-то лав метал, рок, а у Майкла Найт более альтернативная музыка. В принципе, та же самая, ну, меланхоличность присутствует в творчестве. Но это более прогрессивно, на твой взгляд? А понятие прогрессивности, оно довольно расплывчатое, я не знаю, как вот это сказать, что очень прогрессивно, потому что... А Анатомини тоже на месте не стоят, ребята, как бы, тоже, если в этом плане, или что ты мечтал? Ну, Майкл Найт, он более востребованный музыкой именно. Ну, я так думаю, то, что, в принципе, они, это все на одном уровне идет, как бы, я так полагаю. Любая музыка сейчас, она, как бы, может быть востребована, и в равной степени, если делать плохо, не востребована. А в дальнейшем, ну, что бы ты хотела? Кем, как бы ты себя видел в дальнейшем? Ну, у Майкла сейчас, на данный момент, все довольно просто. Потому что именно сам Майкл пишет всю музыку основную, ну, естественно, музыканты привносят какие-то свои корректировки, но основное творчество, это все исходит от Майкла. Из-за этого нет ссор каких-то в коллективе? Нет, это было изначально обозначено, все вот поставлено, и ребята все согласились, как бы, на такие условия, и все. Нету никаких ссор на эту тему, ничего. В принципе, это может быть даже хорошо, после такого довольно долгого творчества в Анадомине, и работы, и так далее, может быть, нужно было сделать какой-то такой подобный перерыв в плане, вот именно какой-то, я не знаю, своей творческой деятельности. И я так полагаю, я так смотрю, постепенно начинает какой-то голод появляться, я так думаю, скоро он нормально разродится, и появится что-то новое. Ну, ты как бы уже поиграл ни в одном коллективе, что бы ты хотел бы пожелать вот начинающим музыкантам? Вот, прямо вот им скажи. Ребят, играйте, играйте как можно больше, несмотря ни на что, играйте, добивайтесь и никогда не останавливайтесь. Как гласит японская пословица, быстро значит медленно, но без остановок. Большое тебе спасибо, успехов в творчестве. Спасибо. Всего доброго. С вами был Портал Инсургент, всем пока.